Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Sword Fighter Stimulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него будет как всегда в описании. Значит смотрите, первым делом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Дальше, после того, как вы скачали чит, в поиске пишем Sword Fighter Stimulator, нажимаем поиск. Пока что на данный момент есть только два скрипта, возможно в дальнейшем их будет больше, но пока только два на выбор, большим к сожалению нету, потому что игрушка буквально недавно вышла, на нее особо еще много скриптов не писали. Значит смотрите, сразу скажу то, что второй по счету скрипт, он намного лучше. Тут больше функций и он получше работает, чем первый. Так что используйте лучше второй, который я вам сейчас буду показывать. Значит нажимаем кнопку скачать, далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру, открываем чит. В чит вставляем скрипт, заходим в настройки и включаем DLL от CRNL. Напомню то, что DLL от CRNL используется с ключ-системой. Далее, когда вы нажмете инжект, у вас появится окошко. И в этом окошке у вас будет ссылка, вам нужно будет ее скопировать и получить ключ. Ключ я уже сегодня получал, мне его получать больше не нужно. Сейчас давайте вам прикреплю быстренько короткое видео, как получать ключ. Вы его посмотрите и получите. Там в принципе сложного ничего нету. Продолжение следует... Так, ну я думаю, вы поняли, как получить. Там сложного напомню, что ничего абсолютно нету. Все легко и просто. Далее, после того, как вы заинжектились, нажимаем кнопочку Xcode. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Вот он появился. Довольно такой простенький. И довольно много крутых функций. Значит, первым делом включаем функцию автоколлект. То есть, когда мы убиваем моба, с него падают монетки, и они автоматически будут за нас собираться. Далее, включаем автофарм. Здесь можно выбрать дистанцию, на которой дистанции будет работать автофарм. То есть, смотрите, если я сейчас убегу к порталам, включу эту функцию. Как видите, она не работает. А как только мы ближе подбегаем к мобам, эта функция сразу начинает работать. И как видите, очень прекрасно она работает. Только почему-то она на сильных мобов дамажно. Ну, то есть, начинает атаковать. Хотя нет, вот, все, обычные пошли мобы. Все, отлично. И, как видите, эта функция прекрасно работает. Автоколлект тоже монеты у меня собирает за меня, как видите. Дистанцию можно увеличить, если хотите, но я пока увеличивать не буду. Дальше, следующая функция это Fight Aura. То есть, вот эта первая функция, автофарм, она вас тп хала автоматически сама на мобов. Убивала их. Также есть другая функция, она чуть-чуть отличается. Мы ее включаем. И смотрите, как только я подбегаю к мобу, он сразу умирает. То есть, на какой-то определенной дистанции срабатывает эта функция, и мы дамажим моба, как видите. Только уже мы не летим никуда. То есть, за нас крипт это не делает. А мы сами бежим. В принципе, можно ее выключить. Автопауэр, не знаю, что это такое. Возможно, что-то связанное с пэтами. Ну, давайте посмотрим. А, все, я понял, что такое автопауэр, я забыл. Автопауэр это просто, короче, автоматические клики. То есть, за вас кликают, и вы получаете силу. То есть, как видите, у меня силы прибавляются. Вот, если я выключу, сам начну кликать, тоже, как видите, этот пауэр прибавляется. Ну, конечно же, все-таки удобнее это через функцию делать. А далее, можно надеть сильные мечи, самые сильные мечи. Допустим, давайте снимем, включим эту функцию. И, как видите, у меня самый сильный меч оделся. Также можно надеть самого сильного питомца, самого лучшего. Далее. Квесты. Давайте выберем первую арену. И примем квест. Так, ну, вроде бы как я принял квест. Так, мне нужно 10, получается, раз нажать на экран. Все отлично. Нажали. Ну, вроде бы как это квесты, но это не точно. Потому что тут NPC никакого с квестами нету. Только вот эти получаются. Так, мне пишут, что инвентарь заполнен. Хотя у меня вроде бы еще места есть. Странно. Вот, мне пишут, что нужно открыть питомца. Окей. Давайте откроем. За 50 тысяч мне не хватает. Ну, на 500 хватает. А, мульти открыть, я не знаю, за геймпасс это или нет. Да, это за геймпасс. Печально. Ну, тогда один раз открываем. И смотрим, что выпадает. О, нифига себе. С первого раза эпический выпал. Нормально. Ну-ка, какой у него шанс? Долгая анимация почему-то. А, нужно было кликнуть по экрану. Все, я тупанул. 10% нормально. Давайте еще откроем. Вроде бы, если не ошибаюсь, три питомца можно одеть. И последний раз. Две коммонки и один эпик. Ну, в принципе, пойдет. Уже неплохо. Заходим в пэтов. Так. Давайте их снимем. И включим функцию EQ Best Pet. Тоже, как видите, она работает. Отлично. Все-таки насчет квестов я не понял, как это все работает. Но, думаю, вы, в принципе, сами сможете понять. А, вот он квестовый персонаж. Я тупанул. Извиняюсь. Так. Получается, я вроде бы как принял его квест. И сейчас вроде что-то должно произойти. Но почему-то не происходит. Finish your quest, bear. Короче, он вроде бы говорит, что ты хочешь закончить квест. Только я не знаю, что мне нужно делать. Может быть, это где-то написано? Походу, я туплю немножко. Как я понимаю. Ну, ладно. Фиг с ним, если честно. Ну, в принципе, все. Все функции показал, которые здесь есть. Только вот насчет квестов не разобрались. Не знаю, как эта система вообще работает. Но, я думаю, вы разберетесь. Кто играет в эту игру, я думаю, поймете, как это все работает. Ну, ладно. В принципе, буду на этом заканчивать. Напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok